В рамках месячника военно-патриотического воспитания ежедневно проходят мероприятия, в том числе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и людьми, которые давно уже получили неофициальный статус «Дети войны». Такая встреча прошла в юношеской библиотеке. Подробности в специальной рубрике, посвященной 75-й годовщине освобождения Кубани от фашистских захватчиков. Летопись побед Великой Отечественной войны сохраняется в том числе и на страницах книг-воспоминаний, которые записали наши земляки, а сотрудники юношеской библиотеки собрали на своей выставке. К сегодняшнему мероприятию библиотека подготовила выставку, на которой представлены книги и в том числе наших белореченских авторов. Это книга «Белореченский район в годы Великой Отечественной войны» Морозкина и Галина Алексеевна. Вот она. Представлены памятники, которые находятся на территории Белореченского района Краснодарского края. Живое слово ветерана всегда весомо. Поэтому в мероприятиях, проходящих в рамках месячника военно-патриотического воспитания молодежи, проходят в формате встречи с людьми, которые знают, что такое война. Первым перед собравшимися в юношеской библиотеке выступил участник боев в Афганистане, председатель Совета ветеранов Белореченского района Геннадий Рудомётов. Он рассказал несколько поучительных историй из своего военного прошлого, а затем зачитал список зверски убитых жителей Белореченского района при отступлении немецкой армии. Массовые расстрелы проводились на берегу реки Белой. Там сейчас стоит Обелинск. По дороге от станицы Белореченской до Вечного застреляны 62 военнослужащих красноармейцев. Если от хутора Кубанского до Белореченской, то 26 человек. 28 января 1943 года перед бегством фашистов из города они сожгли заживо в деревянном амбаре 39 человек. 26 января на станции Белореченской в двух запертых вагонах сожгли 80 раненых военнопленных. Ветеран Великой Отечественной войны Любовь Митрофановна Сидеропола, несмотря на свои 96 лет, всегда охотно участвует в таких встречах с молодежью. Когда фашисты оккупировали Майкоп, она работала на кроватном механическом заводе. Во время оккупации вместе с другими комсомольцами передавала информацию о расположении в городе немецких складов и домов, в которых жили офицеры. Риск был огромным. Тех, кто попадал под подозрения фашистов, пытали и казнили на глазах у местного населения. Расстреливают, грудной ребенок был, расстреливают у нее на руках этого ребенка. С ребенка полилась кровь, она сразу побелела и упала обморок. Они били ее с успитками, мы потом застрелили. А нам всем сказали, кто будет идти против немцев, с чем эта кара будет. Это потому, что они весь народ запугливают. В 1943 году Любовь Митрофановна ушла добровольцам на фронт. Дитя войны Татьяна Васильевна Маслова поделилась воспоминаниями о детстве, в которое ворвалась война. Несмотря на все жестокости, которые происходили на захваченной территории, Татьяна Васильевна с уверенностью говорит о том, что и среди немецких солдат были те, кто не хотел воевать. Они подкармливали голодных ребятишек, а когда красноармейцы начали вытеснять гитлеровцев с кубанских земель, тихонько радовались. Гитлер Капут достал фотографию. Четверо деток и жена красавица. Представляете, и он говорил, мой киндер никогда не забуду. И сам же тут же, я же говорю, что плакал, рыдал и радовался, и всё. Вместе с тем, с горечью рассказывает Татьяна Васильевна, и среди наших были предатели, чинившие жестокостью против своих земляков. После того, как ушли фашисты, их судили всей станицей. Встреча в библиотеке прошла в тёплой атмосфере. Эмоции, пережитые когда-то такими же молодыми девушками и парнями, а сегодня ветеранами, нашли живой отклик у современной молодёжи. Председатель местного отделения партии КПРФ Николай Боровков вручил Татьяне Васильевне Масловой памятную медаль, выпущенную специально для детей войны. Летопись побед не померкнет, пока есть те, кто помнит людей, освободивших мир от фашизма. Екатерина Лукьянова, Сергей Чернецов. События и люди.